Пока, я думаю, они продержатся года 2-3, пока не будет существенного прогресса по урегулированию ситуации на Украине, поэтому нам нужно быть готовым работать в этих условиях. Дальше они будут снижаться, но поэтапно, не будут отменяться сразу. Но, тем не менее, было бы неплохо, если бы определенный вектор был бы задан. Насколько я вижу, все стороны сегодня предпринимают необходимые усилия для того, чтобы минские соглашения исполнялись. Поэтому я думаю, что 2-3 года, с учетом всех этих политических процедур, требуется, чтобы граждане на востоке Украины почувствовали уверенность, и те институты или те договоренности, которые будут закреплены формально в статусе региона, в состоянии вооруженных сил на этой территории, они были исполнены. Я думаю, к сожалению, это не раньше, и затем тогда есть возможность, что санкции могут снижаться. Вы сказали 2-3 года, и мы говорим о том, что из резервного фонда будут выделяться деньги на латание бюджетных дыр. Попросту говоря, у нас на эти 2-3 года резервного фонда хватит? Но резервный фонд сокращается, поэтому уже в 2017 году останется 1 триллион средств, то есть меньше, чем мы тратим сейчас, плюс у нас еще будет 4 триллиона фонда национального благосостояния. То есть, конечно, эти средства могут быть использованы и будут использованы для этого, но все-таки главным источником дохода для бюджета будет восстановление экономического роста. А это соответствующие правила, доверие к правительству, доверие тому, что налоги не будут повышаться, что социальные обязательства не будут, опять же, спонтанно пересматриваться, как в этом году по поводу пенсий, и будут дополнительные меры поддержки адресной помощи тем, кто нуждается. Вот я думаю, при таких вот шагах мы сможем и в условиях санкций повысить рост, и это даст дополнительный...